Мои козы сегодня заставили меня прийти на подсолнечное поле, которое недавно убиралось. Вот такие бутыли остаются на этой черноземной земле. По-моему, это черноземка. Почему? Потому что подсолнок выбирает в себя очень много питательной энергии, и потом землю надо удобрять. Вот такие бутыли остаются вот в такой подсолнечном поле. Подсолнок здесь, правда, не такой большой, как на Украине, потому что на Украине такая жирная-жирная черноземная земля. И подсолнеки там просто огромные. Ты идешь по подсолнечному полю, и сзади тебе этот подсолнек раскачивается, по башке бьет. А подсолнек такой штазик огромный. Здесь, конечно, подсолнеки намного скромнее, но все равно растут. А вот солодушина не росли, потому что там одни пески. Милочка, 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 лапочка моя. Что, жарко? Ну, пошлите быстренько домой. Ну, что ж тут ходите? И на Украине трава намного богаче, поэтому там, я видела, стадо идет красных коров. Его просто невозможно объехать. Приходится останавливаться на машине и ждать, когда это стадо пройдет. Потому что оно идет еле-еле, в имя тяжелое-тяжелое, чуть ли не по земле волочится. Вот такую картину я видела на Украине. И когда мы приехали в Солодушино, ой, я помню, так боялась этих коров, потому что они носились просто как сайгаки. Они носились как тора-дора быки. Есть такие огромные-огромные. Просто с таким бух-бух-бух-бух. Они так шли вечером после пастбища, после этих бедных скутных трав. Они неслись домой как сайгаки, вот, потому что, ну, земля бедная. В Узбекистане еще беднее земля. Там солнечковые почвы, и там молоко нежирное, и, естественно, коровы. Не такие, как на Украине. Толстые, худые, толстые. Вот, они худые-худые в Узбекистане. Вот, все зависит от земли. Все зависит от земли. Какая земля, насколько она уродит, настолько и ты будешь здоров, скотина будет здорова, и народное хозяйство будет процветать. Все зависит от земли. Вот земля родит, и все будет в порядке. Все будут сыты и довольны. Земля не родит, ничего не будет. Поэтому нам надо это понимать и как-то вкладываться в землю, беречь ее, вот, грамотно использовать ее ресурсы. Вот так вот. Вот. Продолжение следует...